Считаете, что вы белая ворона на фоне остальных? Уверяю вас, вы вполне нормальные. Вот кому действительно не повезло, так это альбиносам. Или наоборот, то не избранные люди будущего? Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее. Альбинизм – это врожденное состояние организма, при котором в нем полностью или частично отсутствует особый пигмент – меланин. Именно он и отвечает за окраску волос, глаз и кожи. Природа может подшутить так не только с млекопитающими, но и с рептилиями, птицами, амфибиями и рыбами. Впрочем, не стоит их бояться, только если это не белый лев в вашем доме. Жалеть их тоже не за что. Альбинизм вовсе не болезнь, а аномалия, передаваемая по наследству. Именно по этой причине альбинизм не передается телесным контактам, а также при переливании крови или же воздушно-капельным путем. Не стоит слушать псевдоспециалистов и опасаться компании альбиносов. Можете смело брать на руку белую лягушку, ничего опасного с вами не случится. Темный пигмент меланин защищает кожу от солнечного ультрафиолета. Именно благодаря этому факту альбиносы на открытом солнце очень быстро сгорают. Для этого зверей альбиносов в зоопарке даже смазывают специальным солнцезащитным кремом, чтобы те могли радовать посетителей без вреда для своего здоровья. Недостаток меланина в глазах альбиносов приводит к повышенной дневной светочувствительности. Зато ночью альбиносы наоборот видят очень хорошо. Их глаза улавливают практически весь доступный свет. Животные альбиносы имеют красный окрас глаз из-за цвета крови в сосудах сетчатки. У людей такая картина очень редка. В наших глазах все же обычно находится оттеняющий пигмент, который окрашивает радужку в бледно-голубой или желтый цвет. Альбиносы развиваются аналогично своим собратьям, не отличаясь ни в плане здоровья, ни в плане потомства. Самым известным альбиносом на планете является горбатый кит Мигалу, живущий у берегов Австралии. Мигалу имеет статус священного животного и всячески защищается государством. Приближаться к нему ближе, чем на 500 метров запрещено под страхом штрафа. На сегодняшний день не существует методов лечения альбинизма. Неизвестно способов восполнения недостатка меланины и предотвращения расстройства зрения, связанных с этим заболеванием. Для лечения альбинизма не существует препаратов. Впрочем, может оно и не нужно. В мире, где люди все, что и делают, пытаются выделиться из толпы, быть полностью белым не так уж и страшно. На этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова